Это видео о томате «Аметистовая драгоценность» или «Аметист джуэл». Интересный фиолетово-розовый томат, который очень сильно делит людей своим вкусом на два лагеря – тех, кому очень нравится его вкус и тех, кому его вкус не нравится совсем. Обычным вкус этого помидора никто не назовет. Сорт этот из США – селекционера Брэда Гейтса, который известен многим, особенно из-за популярного томата «Беркли Тай Дай Розовый». Хочу заметить, что у Брэда Гейтса масса интересных сортов. Я бы с удовольствием приобрел многие из его ассортимента томатов, но с покупкой лично у меня все не так просто, как хотелось бы. Кстати говоря, в этом году я нашел один из его сортов у фирмы «Аэлита» и обязательно выращу его в новом сезоне. Изначально меня заинтересовал сорт «Аметистовая драгоценность», конечно же, внешним видом, но и хотелось попробовать его вкус, так как вкус у таких томатов, как правило, интересный. Приобрел я семена аметистовой драгоценности у частного лица, как и многие другие сорта томатов, которые не купить в обычном магазине. Сорт «Аметистовая драгоценность» впервые представлен компанией Брэда Гейтса в 2013 году. У нас он известен еще под названием «Аметистовое сокровище» и «Аметистовый драгоценный камень». Как всегда, как кто перевел, так и называет. Внешне, кстати, помидоры этого сорта при полном созревании похожи на другой популярный сорт, а именно на сорт «Роза Индиго» или «Индиго Роуз». Аметистовая драгоценность — сорт среднеспелый, от всходов до начала сбора урожая проходит 110-115 дней, и это соответствует действительности. Примерно в такой срок и начали созревать плоды у меня в открытом грунте. Аметистовая драгоценность — сорт индетерминантный. В теплице вырастает легко до 2,5 метров, а вот в открытом грунте его высота примерно 1 метр или 1 метр 20 сантиметров. Пуст крепкий, требует формировки и посынкования. В кистей завязывает до 6 плодов. Наилучшие результаты по урожайности можно получить, если ввести его в 2 или 3 стебля. Причем интересная особенность, что плоды не мельчают, если ввести куст в 3 стебля, а вот урожайность по итогу будет значительно выше. Урожайность у сорта очень хорошая, выше среднего. В теплице урожайность будет больше, чем в открытом грунте. Сорт Аметистовая драгоценность имеет хорошую устойчивость к болезням. Неплохо переносит различные погодные условия. На томате продолжались петь плоды до поздней осени, даже когда температура воздуха сильно понизилась. Я заметил, что в сильную жару у него мельчают плоды, даже если полив регулярный. И вообще не очень любит этот сорт в сильную жару, как мне показалось. Плоды у сорта Аметистовая драгоценность округлоплоской формы массой от 50 до 200 грамм, в среднем 150 грамм. Но некоторым удавалось вырастить и 400-граммовые помидоры, причем при формировке в 3 стебля. При этом все источники пишут о максимальной массе плодов до 150-200 грамм, но я лично видел плоды массой в 400 грамм, выращенные в теплице. У меня в открытом грунте таких гигантов не было, к сожалению. Цвет у плодов вначале фиолетово-светло-зеленый, а при полном созревании плоды становятся практически черными у плодоножки и розовыми у вершины. В разрезе помидор розового цвета, очень сочный, семян много, кожица очень нежная, совсем не ощущается. У меня плоды не растрескивались. Вкус у помидоров Аметистовая драгоценность весьма необычный, даже трудно описать его. Он совсем нестандартный. Фруктовый, сладкий, с небольшой кислинкой, при этом со странным привкусом, кому-то напоминающий ягоды послюна черного, а кому-то карамель. В общем, вкус интересный, но точно, как говорят, на любителя. Кому-то очень нравится, а кому-то не нравится совсем. И должен заметить, знаю точно, что довольно сильное влияние на вкус плодов этого сорта оказывают погодные условия. При созревании плодов. Поэтому не стоит судить о сорте по одному сезону. Плоды у сорта Аметистовая драгоценность универсального назначения, в принципе. Подходят и для салатов, и для консервации. К тому же должен заметить, что помидоры еще и хорошо хранятся. В общем, весьма интересный и красивый сорт, который, чтобы понять, нужно вырастить самому, так как по отзывам и описаниям вы точно не поймете, хороший ли этот сорт именно для вас. Слишком специфический вкус у помидоров Аметистовая драгоценность. Все остальные характеристики у сорта очень даже хорошие, и урожайность и устойчивость к болезням все на хорошем уровне. Лично я не стал поклонником данного сорта, он меня не удивил, но и не разочаровал. В то же время слишком высокая сейчас конкуренция у томатов при таком огромном выборе сортов. Скорее всего, я еще как-нибудь попробую его вырастить. Хочется понять его лучше и хочется получить более крупные плоды, но немного позже. На очереди у меня в следующем сезоне очень много интересных сортов. Такой вот обзор сорта томата Аметистовая драгоценность. Я как всегда жду ваших комментариев с отзывами об этом сорте, тем более учитывая, насколько спорный он по вкусу. Спасибо за просмотр видео, всем здоровья и хороших урожаев вкусных помидоров. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вам понравилось. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!